друзья всем привет сегодня у нас будет такое необычное видео короче друзья я ищу себе машину которая может тянуть 2 тонны и там у нас вариантов немного и смотрите у него фаркоп есть и обычно такие транспортеры були они могут по 2 тонны тянуть спокойно кто за каналами наблюдает вы знаете я строю джета 2 на турбованном моторе потом на втором канале там бмв купешка которую стою для кольца и на следующий год мне их надо тащить то к настройке машине ток покрасщику и какие-то часть построить для кольца конечно ее надо тоже на прицепе отогнать в нюбуринг это значит мне надо машина которая сможет тянуть прицеп и на которое можно потому что сейчас на моем бмв универсале есть фаркоп но мне максимально 1200 килограмм можно тянуть это значит машину не потянет а вот такой бусик он 2 тонны тянет поэтому сейчас я поужину и хотел его посмотреть но конечно сейчас уже здесь я закрыто все внутри сейчас не посмотришь и не спросишь чё с ним кстати смотрите у него радио говорит короче очень ухоженный видно курили потому что везде дырки не везде но в пару местах вот видно так покраска неплохая здесь отчета обшорканная но так все пороги выглядят неплохо да смотрите видит неплохо здесь вот такая царапинка у нас но эти места очень такие классические кстати здесь окраска видно внутри это значит эту сторону уже красили слишком свежие это все выглядит бампер смотрите здесь был удар небольшой кстати здесь красили и даже не убрали здесь какая-то клей и этот клей просто покрасили да здесь вот все набухло но еще пойдет кучи в этом месте еще хорошо а крыло да здесь надо крыло делать а так мордочка выглядит неплохо свеженькая здесь уже поменяли конечно эту гриль поставили другую фары еще оригинальные это неплохо так как у нас тормоза но уже там такая бортик такой уже образовался так диски неплохие ну-ка эта сторона уже немножко лучше выглядит только здесь и краской что-то там пытались скрыть но так но в этом месте круто вдавлено что-то непонятно вову здесь отчета с порогом уже делали но сейчас конечно не оптимальная погода все это смотреть потому что при такой погоде блин ее полностью что-то красили так она со всех сторон уже такой покорчены но знаете за такую цену он стоит очень хорошо сейчас скажу сколько он стоит короче у нас здесь volkswagen t4 3d и каравеля дизелек 151 лошадиных сил 2000 на первого года 228 тысяч прошла и даже тюф еще два 2023 года это неплохо и стоит 4490 если бы он был в порядке и друзья то здесь даже думать не надо но я в интернете прочитал там стоит что какие-то есть неполадки так робби холдоби одень куртку тут стим состояние неплохое но насчет этих косяков которые там есть я не знаю точно позвонить спросить что там с этим буликом потому что цена слишком дешево я вот уже давно за ними наблюдая они у нас дорогие такой хорошем состоянии вот например как это стоит это нехороший но для такого года и для такой машины это состояние неплохое они где-то начинаются с шести семи тысяч а это у нас стоит за 4000 там и стоит какие-то у нее есть неполадки главное конечно чтобы мотор и коробка нормально было остальное все можно починить это все фигня как она снизу смотрится выхлопная еще неплохо блин смотрите она неплохо выглядит еще короче друзья это у нас видео будет состоять может из многих видео или я это видео уже так вам покажу вот где мой телефон все выглядит смотрите ржавчины даже почти не так поверхностно а так лонжероны все целые выхлопная выглядит очень свеже почему-то омыватель задний убрали здесь краска уже облазит как здесь у нас тормоза здесь тормоза еще неплохие сзади немножко жавчина но он видно уже стоит какое-то время а так неплохо выглядит очень даже хорошо друзья как вы думаете взяли бы такой за четыре с половиной короче у кого есть опыт с таким напишите так мне он очень нравится смотрите друзья какая тоже здесь красотка стоит стоит всего лишь 7690 марсидез бенз с и 260 160 лошадиных сил 86 года неплохо вот это круто выглядит смотрите какие диски амги 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 какие красивые задние фонари блин тачка стильная сколько здесь хрома очень красивые это секс вот эта тачка идеальная для семьи смотрите какие толстые крылья вот это мечта тачка ну ладно все друзья короче увидимся позже всем пока друзья всем привет это опять я у нас продолжение уже прошла неделя короче сейчас еду и смотреть еще один три четвертый бусик посмотрим что нас ожидает кстати друзья насчет проекта пикап смотрите у нас уже передние аморты я удлинил но конечно они теперь упирается приводный вал это конечно понятно нам надо теперь весь мотор все это пускать этим займусь сегодня так что скоро видос а пикапе выйдет ну и потом у меня еще есть две новости одна очень хорошая долгая плохая расскажу все это в следующий раз но сейчас тогда едем смотреть 3 4 булик тот красный кстати ничего там не получилось тот красный к сожалению был уже продан я не успел но и за это время у меня теперь новые критерии появились потому что у нас германии там законы просто пипец короче так друзья если ты например берешь такой булик и у него плакета красная кто в курсе у нас германии надо вот такие плакеты ставить зеленые желтые и красные не знаю может еще какие-то из цвета есть в большие города нельзя заехать если у тебя плакета желтая или красная и у этих всех 3 4 бусиков почти у всех некоторые есть уже с зелеными но в основном они всех красные плакеты круче с красными это фигово это значит ты не заедешь большой город но это мне и не нужно проблема просто в налоге если у тебя старый дизелек 2 и 5 и у тебя красная плакета друзья вы будете 700 800 евро в месяц платить это друзья конечно не идет слишком дорого и так и так бензин поднялся и дизель и очень дорогой стал поэтому сейчас ищу те четвертый как кастин вагн называется это как транспортер или второй вариант я еще смотрю пару пикапов но пикапы за такую сумму они все убиты там он находится даже не далеко от меня там минут 25 всего лишь так что друзья увидимся как посмотрим ну или если получится немного засниму а я вот я приехал смотрите здесь и все поломано ну чё здесь ожидать от такого транспортера здесь у нас не хватает здесь все видно курили хорошо там также сзади закрыта там стенка как бы рабочая машина здесь что-то скрипит и руль болтается и скрипит машина кстати 1 и 9 дизель но не турбованный 68 лошадиных сил немножко слабенький дума здесь подкрашена целый пыльник позваны тоже видно уже потресканный вот так здесь небольшая дырочка выхлопная тоже немножко замазана так так друзья едем тянет неплохо удивляюсь для таких 68 лошадиных сил даже неплохо единственное что неудобно что сзади все закрыто если назад хочешь смотреть или задом выезжаешь очень неудобно но к этому можно думаю привыкнуть вот он стоил я не заговорил нет 3500 он стоит у него еще полтора года тех осмотров тюф есть потом у него сервисная книжка даже было до двести восемьдесят тысяч такое круче состояние да это рабочая машина везде там помятая там задний фонар разбитый капот впереди немножко согнутый решетка болтается потом руль немножко скрипит так как он что-то там замком проблема была он это поменял и теперь все это скрипит и машина до за три с половиной тысячи четко очень там особенно еще за ты 4 но мотор 1 и 9 дизель без турбо я покатился вот чувство тянет неплохо да но если еще туда прицеп и на прицепе машина то тогда друзья думаю он будет вообще еле как разгоняться поэтому друзья я не уверен и по бумагам там стоит что максимально он может тянуть 1400 с лишним килограмм килограмм и это уже проблема потому что такой прицеп не за сколько он 200 с лишним 300 килограмм машина еще там тонна с копейкой поэтому друзья и чем дальше посмотрим пишите в комментарии как вообще ты 4 у кого ты 4 есть вы довольны им нет и и и и